Доброго дня! Сегодня хочу рассказать о доставшемся у меня по случаю приемнике фанасоник, совершенно случайно попавший мои руки, подвергнувшийся небольшому ремонту и вот теперь функционирующим, в общем-то, и выполняющим свои задачи предназначения. Что интересно в экземпляре этого приемника, вот, достался у него с такой коробкой, на котором написано «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1945-2005». Я так предполагаю, живу я в городе Санкт-Петербурге, что данный приемник был, очевидно, подарен администрации какого-либо района нашего города ветерану или участнику Великой Отечественной войны, вот. Ну а потом, видимо, после смерти ветерана, неблагодарные потомки, вот этот приемник, честно говоря, просто выбросили. Вот так, прямо с упаковочкой, и вот он находился, в общем-то, скажем так, в никому не нужном состоянии. Это очень обидно, на самом деле. Пусть подарок грошовый, пустяковый, но всё-таки внимание к ветеранам войны было проявлено, скажем так, администрацией, а вот внуки или дети, кто там, так сказать, не оценили. Между тем приемник хоть простенький и недорогой, но достаточно функциональный. И вот, в общем-то, выглядит он вот так. Открываем коробочку, извлекаем наш Panasonic, вот, и смотрим, что он из себя представляет. Это, значит, всеволновольный радиопозонный приемничек, работающий как от батареек, так и от сети, что дополнительно приятно, не нужно постоянно заботиться, если слушаем его дома, наличием батареек каких-либо. Можно просто через встроенный в приемник блок питания подключить его к сети и наслаждаться передачами практически во всех диапазонах. Вот, он принимает, помимо длинных и средних волн, принимает он также короткие волны в широком, скажем так, диапазоне. Вот здесь сверху имеется переключатель ДВ, он имеет целых 9 позиций. Вот, если мы посмотрим на заднюю сетку приемника, вот, то увидим, что короткие волны он принимает от 3,6 до 22,2 МГц. То есть, в принципе, даже те каналы, те частоты, которые не принимали стандартные отечественные приемники, можно на нем поймать и прослушать. Вот, предельно прост в конструкции, но, тем не менее, имеет достаточно хороший звук и эксплуатационные показатели. Значит, вот, батареечки вставляются в батарейный отсек, расположенный вот здесь сзади приемника. Здесь три элемента 343-х. Я думаю, что должно их хватать, в принципе, надолго. Вот, потому что потребление минимальное. Вот. Значит, имеется выход на наушники, имеется разъем для подключения внешнего питания сетевого кабеля. Блок питания, собственно, находится внутри, как я сказал. Это очень удобно. Нет никаких отдельных блоков, а все интегрировано в, собственно, приемник. Вот. Значит, управление приемником, за исключением ручки настройки на волну настройки частоты, полностью электронное. То есть, включение, регулировка громкости, тоже при помощи кнопочек. Включение, выключение, переключение между диапазонами. Вот, да. Помимо FM-диапазона, он принимает еще и телевизионный диапазон. Тоже интересная особенность. Здесь вот на шкале указаны каналы, которые он может принимать. Ну, естественно, только звуковое сопровождение каналов. Значит, TV 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Вот. Ну, не все, но, видимо, какие-то каналы метровые он принимает. Значит, оснащен приемник такой довольно удобной ручкой для переноски. Вот она у нас сверху в сложенном состоянии. Ее практически, так сказать, не видно. Ну, имеется, конечно же, помимо внутренней магнитной антенны, еще и телескопическая антенна вот для приема на КВ-диапазоне, ну, и для улучшения приема на FM-диапазоне. Вот. Значит, такой довольно универсальный, с глюделевым названием Panasonic. Выполнен он довольно симпатично на решеточке переднего динамика. Вот, динамик кругленький, с серебристой накладочкой. В общем, приемник симпатичный, легкий, обтекаемый, такой достаточно формы, но не совсем зализанный обмылок, что тоже радует. Вот. Значит, да. И, значит, ну, это, конечно, декоративная штучка. Никакого здесь динамика типа пищалки нету, микрофона у него тоже нет. Тем не менее, внешнюю выразительность придает. Схема приемника организована на микросхеме Sony производства. Это, значит, всевомновой приемник, собранный в одной микросхеме. И там минимальная обвесочка для нее. Разбирать не буду. Вот. Ну, собрана довольно, скажем так, качественно, за исключением некоторых нюансов. Вот в коробочке к нему прилагается такой сетевой шнур. Если мы его подсоединим к нашему боковому гнезду, соответственно, то давайте мы его сейчас попробуем включить и послушать, что он нам интересного расскажет. Хотя у меня прием довольно плохой, но я думаю, что FM-то диапазон мы все-таки понимаем. А вот приемник включен здесь. Значит, по отрезкам нажатия вот на эту клавишу ON мы его включим. Вот видите, загорелся красненький светодиодик. Переключим диапазон сразу на FM. Нажатием на эту клавишу. Видите, светодиодик переместился в диапазон FM-TV. Вот, добавим звука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, несмотря на то, что у меня дома, скажем так, зона радиотени, прием очень неуверенный на FM-диапазоне. Этот приемник достаточно хорошо вводит вот на эту неразвинутую антенну. Ловит FM вполне прилично. Регулятора тембра, бесумные настройки, АПЧС с днем, к сожалению, нет. До приемника такого класса они не предусматриваются. Но, тем не менее, видите, в принципе, как болталка для работы вполне подойдет. Ну, попробуем что-нибудь поймать на другом диапазоне. На диапазоне, скажем так, DWS, VAT, DATP. Я думаю, мы ничего не поймаем, потому что на этих диапазонах, во-первых, уже радиостанции почти не вещают в России. И вот, нажмем на кнопочку AM, амплитудная модуляция. Попробуем что-нибудь там поискать. Да, ничего, наверное, не поймаем. Так, ага, вот, на среднюю ловну переключимся. Так, ага, вот, на среднюю ловку. Так, ага, вот, на среднюю ловку. Ну, к сожалению, ни на длинных, ни на коротких волнах мы поймать ничего не смогли. Это, опять-таки, только из-за того, что квартира моя находится в зоне радиотени, а внешнюю антенну подключать сейчас не хочется. Вот, я думаю, это ни о чем не говорится. Говорит о том, что в условиях более хорошего радиоприема поймать на него можно много чего, и на КВ в частности, ну, и что-нибудь, наверное, на СВ поймаем. Ну, не наши уже, я думаю, радиостанции, кроме Радио России, ничего же в эфире не осталось. А вот, тем не менее, работает, радует своим звукам. Большое спасибо за внимание к данному, к данному изделию, к данному аппарату производства, ну, я думаю, конечно, Китая. Выключим его клавишей OFF. Вот, думаю, конечно, произведено в Китае. Не написано, к сожалению, Made in Где. Вот, но все-таки Panasonic, фамильные некоторые черты японцы сохранились. Вот, благодарю вас за внимание. Упакуем его обратно в подарочную коробку. Желаем счастья и всего самого наилучшего, здоровья, мирного неба нашим ветеранам в преддверии 70-летия Великой Победы. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.